Как боли. Что такое случилось? Здравствуйте, Республика Бурятия, телерадиокомпания ТВКОМ Ася Касьянова. Дело в том, что в нашем регионе реально есть один очень острый вопрос. Наша инфекционная больница уже в очень плохом состоянии, ей 80 лет. И при этом капитальный ремонт там проводился всего один раз. И рассчитана она не на так много мест, всего лишь около 200. И сейчас в условиях пандемии этот вопрос еще более обострился. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы посодействовали. Нам нужно новое здание, и республиканские и муниципальные власти в этом направлении работают. Уже участок найден, но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная. И у нас в республиканском бюджете таких средств нет. Это Бурятия? Да, Бурятия. Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить. И правильно вас начальство настроило на то, чтобы вы задали этот вопрос. А я вам обещаю, я обязательно посмотрю, что можно сделать для того, чтобы вопрос решить. И он актуальный абсолютно. И связанно даже не с пандемией сегодняшнего дня, а связанно и с будущими возможными событиями. И в предыдущие годы, когда у нас было все так благополучно, мы сняли определенные объемы финансирования с этого направления здравоохранения. И многие вещи пришли в состояние абсолютно недопустимое. И вот я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать. Спасибо большое. Один вопрос. Дело в том, что накануне у нас в Улан-Удэ, столице Бурятии, случилась очень крупная коммунальная авария. Вы, наверное, знаете об этом, да, пожар на ТЭЦ. Если позволите, я дам слово своей коллеге. Она хотела бы эту проблему осветить. Да, то есть вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича. Ну, давайте, работайте пресс-секретарем. Самина Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Байерма Роднаева, телеканал Бурятия ТВ. Дело в том, что вот сегодня у нас в 3 часа ночи в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. На одной из ТЭЦ произошел пожар, и почти половина города осталась без горячей воды и отопления. И сейчас подсчитываются убытки, но уже известно, что предстоит большой ремонт, и, скорее всего, средств не хватит, и руководство нашего региона просит посодействовать в решении этой проблемы. И у меня еще один вопрос, Владимир Владимирович. Обсуждалось в последнее время о том, что Байкал может стать особой федеральной территорией. У нас уже есть такой пример, как Тункинский национальный парк, где местные жители постоянно испытывают проблемы с узаконением земли, с различными вопросами жизнедеятельности. Скажите, пожалуйста, вот судьба Байкала по части федеральной территории, есть ли какие-то новости, неужели станет от жителей Бурятии Байкал в этом плане дальше или сложнее жить? Спасибо большое. Что касается ТЭЦ, то мы сейчас поразбираемся, прямо сейчас, закончим работу, обещаю вам прямо сейчас, после окончания пресс-конференции, выясню, что там происходит и чем нужно помочь. Первое. Что касается Байкала, то мне неизвестно об этом. О том, что даже обсуждается такой вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. И в любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. Если кто-то и поднимал такой вопрос, я, честно говоря, просто первый раз об этом слышу, значит, то речь наверняка шла о том, чтобы выделить или найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала. Вот и всё. Наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там свою жизнь и работу. Но если... Хочу вот подчеркнуть. Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чём-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдёт. Вопрос может быть поставлен только в одну плоскость. Помочь сохранению уникальной системы, экосистемы Байкала и людям, которые там живут. Так, вот туда давайте всё-таки переедем туда-туда подальше, вот, опять на галёрку вернёмся. Дмитрий Сергеевич, видите там чего-нибудь? Я вижу... Да, пожалуйста. Сейчас я схожу. Так. У нас... А вон синенький плакат, это голубенький. Вы что, поднимите? Да-да-да, его-ево-ево. Вот, давайте. Здравствуйте.